Сегодня мы приехали к вам, чтобы рассказать, что такое в этот тактический стройбол. Есть стройбол, его знают все, проводят игры различные и так далее. Мы решили это дело немножко переделать. Почему? Потому что, если говорить об истории, то вы знаете, надеюсь, что после Второй мировой войны Японии было запрещено использовать оружие и иметь армию. В связи с этим они придумали игру, назвали ее «Айрсофт». Они придумали оружие, которое выглядит совершенно так же, как боевое, только стреляет шариками. Использовать название, которое используют за рубежом, как-то неинтересно. Поэтому один из энтузиастов стройбола в Москве в 1997 году, когда вас еще не было на белом свете, и некоторый родитель не его придумал, название «Стройбол». То есть страйк-удар, бол, шарик. Вот поэтому в России есть такое название «Стройбол». Но там более мягкие. Мы решили в Крыму. У нас более здесь жесткие условия. У нас, вы знаете, мы 23 года были в составе Украины, что не очень хорошо. Кроме для нас, поскольку русских здесь не любили. А вот в Крыму и Севастополе существовала русская община Саурина. Это русская община, которая защищала других людей от того, что здесь творилось. У нас с вами здесь были и националисты украинские, и были исландские радикалы, и много чего. Вот эта русская община – это был силовой блок русских организаций, которые защищали людей от нападений и от того беспредела, которое здесь творилось. Она существовала до русской весны. «Русская весна», когда наступила, мы были самыми активными участниками. И единственная организация в Крыму и Севастополе, которая попала под санкции – это русская община Саурина. В принципе, мы считаем, что это наши заслуги. В дальнейшем мы посмотрели, что главную задачу, которую мы перед собой ставили, мы ее выполнили. Мы вернулись на родину. Поэтому думали, что дальше делать. Ну и поняли, что, в принципе, как всегда говорят, мы мирные люди, но наш бронепоезд должен стоять на запасном пути туда. Поэтому мы посмотрели, что есть такое хорошее военизированное направление, как страйкбол. А, в принципе, страйкбол, помимо всего прочего, его используют в подготовке спецподразделений в условиях максимально приближенной к боевым. Так вот, мы придумали военно-тактический страйкбол, где удары шагов еще сильнее, где гранаты грохают еще сильнее. Поэтому человек может, что? Двигаться еще более интенсивно. Каждое воскресенье мы проводим и придумали армейский клуб выходного дня. Каждое воскресенье утром собираются на полигоне. У нас есть свой полигон и несколько зданий разного этажа. Мы собираемся утром, и в 10 часов начинаются военные учения. И военные учения проходят по разным сценариям. Война, дилерсанты, антитеррор, освобождение заложников, захват зданий, защита зданий, в общем, много всего. Причем самое интересное, там участвуют как мальчики, так и девочки. Помимо этого, мы придумали школу спецназа. То есть по субботам собираются люди, которые хотят учиться, и они учатся теорией и практике. В принципе, получается, что мы занимаемся армейской реализированной подготовкой, где никто никому не заставляет. Человек приходит в свое удовольствие. Есть прекрасное высказывание писателя Ахунина. Он сказал, что любой мужчина, даже с самой видной профессией, если один раз взял в руки оружие, он всегда будет испытывать желание взять его в руки. И я вам скажу честно, действительно оно так и есть. Потому что когда ты говоришь в руки автомата, он полностью боевой, понимаете, похоже, отличить невозможно. Почему по городу запрещено нашим людям ходить в оружие? Потому что полиция сразу же встает там уже. Другого слова подобрать не могу. И начинаю сразу пытаться задерживать террористы. Что еще? Вот, например, наши разузочки, да, которые носят и на распусках. Ахунин. Здесь у нас ваше и магазины, и гранаты, и радиостанции, и сапирные лопатки. Мы используем монокуляры вместо биноклей, потому что бинокль занимает много места. Вы понимаете, если учение проходит шесть часов, а мы занимаемся этим шесть часов где-то, представляете, что это шесть часов, бегать, прыгать, стрелять, гладяться, падать. Поэтому используем вот такие монокуляры для наблюдения за противником. Поэтому сегодня хотели познакомить вас, что такое стройбол, раз. Второе. Наши медики сегодня вам расскажут, вы в лагере, вы будете ходить в походы. Сейчас жарко. Но у нас жара не действует, мы здесь привыкли к этому, но все равно. Но тепловые удары могут быть. Поэтому первое, мы должны уметь оказать помощь медицинскую, если вдруг тепловой удар, знать, что нужно делать. Если случилось, не дай бог травма в походе. Что это? Выбег, перелом. Какую помощь нужно оказать человеку, для того, чтобы вы ему не навредили? АПС! 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 Апшеджение, пистолет автоматический, пистолет Скичкина. В принципе, он всегда был на вооружении у нашего старшего взаимодействия состава. И вот здесь гораздо сильнее убойная сила, тяжелее у пистолетов на кармах. Ну и плюс, извините меня, вопросов у нас больше. Используются браунки, используют и кольты. Поэтому пистолеты тоже повторяют полностью боевое оружие. Отличить невозможно. Итак, заходите вконтакте военно-фатерическое движение «Радник», либо русская община «Соболь», «Севастополь». И там есть наши ролики, там есть наши фотографии, все наши акции, мы даем наши анонсы. Я хотел, чтобы вы в городах у себя, особенно это касается ваших вожаток, которые уже открывали эти направления. Почему? Потому что, повторяю, этим направлением можно заниматься всю жизнь. Итак, я вас призываю, занимайтесь здоровым годом жизни. Раз. Второе. Готовьте защищать всю Родину. Потому что у меня твердое убеждение, что любой мужчина, кем бы он ни был в жизни, то в первую очередь он был бы защитником своей семьи и защитником своей родины. Вот тогда никто никогда на нас с вами не подходит. Значит, Россия будет жить, приуглажаться, и мы с вами будем лучше жить, потому что меньше денег мы будем тратить на армию. Все. Поэтому, к чему вас и призываю. Мы посоветовались и решили, что мы строим те темы, которые для вас могут быть, возможно, интересны в лагере и которые могут пригодиться. Самая первая, такая вот стандартная, банальная ситуация, которую наверняка большинство из вас видело, это обморок. Кто видел обморок? Я в нем был. Я тоже там была. Вот. Давайте вот девочки постарше, вот девушка, расскажет нам, как выглядит человек, вставайте. Человек резко бледнеет. Бледнеет. Запоминайте. То есть человек, он становится белый. Я объясню почему. Дальше. Костя. Дальше у человека появляется рялость резкая. То есть слабость. Слабость. Нарушается координация движения. Да, он начинает что делать? Шататься. Он начинает шататься, падать. Начинает происходит в мышечке определенные реакции, из которых человек немножко задерживает. Кислорода. Это все происходит из-за того, что идет резкий отток крови головного мозга. То есть в этот момент обморока, что происходит? У нас в руках и ногах резко расширяются сосуды. И вся кровь уходит туда. Из-за этого мозг, то есть все, что у нас находится в черепной коробке, ножичок, большенобные доли, остальные части головного мозга, они не получают достаточно питания. Кровь ушла, и поэтому нарушается координация. Резкая слабость. Человек что делает потом в итоге? В итоге теряет сознание. Плюс еще у него задерначит речь. То есть он речь не осуществляет. Да, то есть он падает. Абсолютно верно. Он падает и он дышит в обмороке. Не так это. Дышит. Дышит. Кто сказал дышит? Молодец. У него сердце въемку при обмороке? Да. Абсолютно верно. То есть фактически обморок это потеря, суди, это потеря человеком сознания. То есть он, что такое потеря человек без сознания? Он не реагирует на вас. Даже если вы в этот момент его начнете щипать, ах ты, Петька, ты мне тогда вас наизмазал лицо, он ничего не почувствует. Вот. Поэтому что делать? Если упал, что вы делали на штырь? Если есть штырь, на штырь, на штырь, на штырь, на штырь. Смотрите. Вот я, например, перелила, были такие вот шапли глазные. У меня закончились. И я сюда налила на штырь, чтобы было удобно носить. В принципе, те из вас, кто постарше, кто у вас отвечает за медицинскую подготовку в походе, вы можете взять любой пузыречек и налить аккуратно только, смотрите, очень аккуратно, перелить сюда на штырь. Чем это интересный этот флакончик? Видите, узкое выходное отверстие. Раз, вы даже не выливая его, а просто понажимали и выходят пары на штырного спирта. Все. Вы можете этот маленький флакончик положить с собой куда-нибудь, только чтобы он хорошо закрывался. Единственная только оговорочка. Если вы знаете, что у вас есть ребята, которые страдают бронхиальной астмой, если есть астматики, им на штырь использовать крайне нежелательно. И может быть даже в некоторых случаях запрещено, потому что у них на ингаляцию кровно-штырного спирта может возникнуть бронхоспазм. То есть приступ бронхиальной астмы, они начнут задыхаться. Поэтому, если есть больные астматики, об этом должен знать вожатый и должен знать человек, который отвечает за оказание первой медицинской помощи во время выхода или в самом лагере. У вас медработник наверняка здесь есть. Поэтому, самое первое, что мы делаем, если человек упал, вы обязательно, если есть под рукой, и самое эффективное, то дать ему понюхать пара на штырьного спирта. Нет на штыря. Все. Мы без на штыря. Что делаем? Полить холодной водой. Самая пьяна. Пасть у кого-то вместе с ним. Пасть вместе с ним. Отличное решение. Положить, приподнять ноги. Неправильно. Смотрите руки. Внимание. Правильный ответ. Да. Вот парень. Как тебе? Никита. Вставай, Никита. Ты молодец. Он сказал правильно. То есть человека, садись, теперь нужно расположить таким образом, чтобы голова была немножко ниже уровня тела. Если такой возможности нет, нужно поднять ноги. Для чего это делается? Мы с вами говорили, что при обмороке вся кровь, кровь обратится. Абсолютно верно. Знаете, как берете трубочку, вот так, переливаете, точно так же человек. Подняли ноги, вся кровь ушла в головной мозг. И человек, когда восстанавливается правообращение в головном мозгу, человек начинает приходить в сознание. Подняли. Дальше. Один держит ноги. Второе. Еще кто-то сказал, что облить холодной водой. То есть для чего обливают? Что при обмороке? Сосуды дозревают? Нет. Нет. Вода, обморок, это раздражитель. То есть обморок, это фактически наш мозг ничего не чувствует. Вот мы как будто бы спим очень в глубоком сне. Вот. Для того, чтобы разбудить человека, что вы делаете, когда утром подходите к своей подружке или другу? Финайл. Вот можно в глубь создать какой-то символ. Это не шатерный спирт. Ребята, нашатерный спирт это символ. Холодная вода это тоже символ. Единственное только, что неправильно. Вы брызнули холодной водой, немножко налили, не нужно выливать все в ведро, потому что находясь в обмороке, человек может этой водой захлебнуться. Дальше. Если вы видите, что не дай бог у человека начинаются рвотные позывы. Ну, знаете, как, не дай бог, у кого-то рвота была. Да. Нужно в этом случае, если он находится без сознания, что? Навык. Повернуть голову навык. Как это делается? Иди сюда. Иди сюда. Чтобы язык не запал. Нет. Чтобы язык не запал. Тогда если язык западет, он перестанет дышать, закроется вход в дыхательные пути. Вот представьте, он лежит, он в обмороке. Это пол. Например, что-то происходит. Вы видите подозрение на какие-то рвотные позывы. Что вы делаете? Не вот таким движением, а аккуратно поворачиваете голову на бок. Если, например, есть какая-то возможность, можно его чуть-чуть повернуть на бок. Но все это делаете медленно. Для чего? Чтобы не повредить шейный отдел позвоночника. Поняли, да? Садись. То есть все делается медленно. Нельзя делать быстро. Потому что если есть такое заболевание, называется нестабильность шейного отдела. Слабые позвонки, вы просто свернете его в голову. Нельзя этого делать. Дальше подняли ноги, облили водичкой, повернули голову на бок и похлопали. Кто говорил, похлопали по щекам? Я. Молодец. Абсолютно верно. И ты молодец. Взяли, похлопали по щекам. Только не погладили. Вот так ты мой хороший, бедный. И не пожалели. А хорошенько похлопали по щекам. И человек что начинает делать? Я. Абсолютно верно. Это чем видно? Как видно, что он приходится? Я. Я начинаю. Я начинаю шевелиться. Первое. Он начинает открывать глаза и убирать вашу руку, в которой вы его похлопываете. Правильно? Вот. Это что касается рвовного. И потом, если... Ребята. Если человек пришел в себя после обморока, его нельзя резко поднимать. Если вы его поднимете сразу, ну, вставай, пришел. Пошли. Он опять, потому что голова, он опять упадет во второй обморок. И так может быть целая череда. Поэтому он пришел в себя, ему можно уже опустить ноги. Вы еще до сих пор ноги держали. Можно опустить ноги, дать ему полежать и потом медленно-медленно поднимать. Сначала подняли, он посидел немножко. Потом подняли, он простоял. И только потом он пошел. Нельзя резко поднимать по стопам. Хорошо. Раз, берете автомат, спускаете. Раз, и потом стрелите. Только тогда, когда стрелять, палец сюда. Если нужно перевести автомат, всегда, в любом случае, автомат идет по земле. Никогда не поднимаем там, где ходят люди. Он у нас самый смелый запулемен. Иди, запулемен. Приклад при, у тебя расстояние позволяет. Давай сам. А ты что-то хотел. Давайте сюда подходи. Она тяжелее, конечно, оригинальная. Но... Видишь ты? Стреляй, стреляй. Так, кто за снайпер? Стреляй. Ты в какой стреляешь? Стреляй. Стреляй. Стреляй при цепле. Спасибо за цепь. Ну, пытайся. А кто-то я... Давай, вот сюда. Ты, главное, не спеши. Просто смотри. Вот мушка. Но в первый раз регулируй, чтобы вот это окончание шпала. И будет где-то примерно по центру пакета. Давай. Ты, главное, не длинными очередями лучше, чтобы тебе видеть свой шарф. Все, молодец. Молодец. Это не условно. Не ехали. Приехали. Сладим на базар. Чтобы полоской посмотреть. Теперь все. Все. Стреляй. Обычно держится за деревянную часть автомата, потому что все остальное имеет свойство нагреваться в настоящем автомате, поэтому держит автомат вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok